Понятно. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос у нас от Алексея Соколова. Ваше мнение, почему Путин выдвигается не от единой России, а как самовыдвиженец? Я не знаю, это лучше у Путина спросить, но вы все-таки люди в политике, в самых интересных местах находитесь. Расскажите, вот ваша точка зрения, почему Путин пошел как самовыдвиженец и сейчас собирает подписи, а не хочет идти от партии? У каждого, наверное, свое мнение по этому поводу, но у меня есть свое. А у этой партии же, которая считается правящей на протяжении долгих лет, ничего не получается. Смотрите, возьмите то, что они обещали в 2002 году, в 2006, ну и в дальнейшие годы. И что в результате получилось? Эта партия, как бы мы ни хотели, занимала лидирующие позиции долгие годы и привела нашу страну к обнищанию, к ситуации, где правят олигархи или коррупционеры. К тому, что мы, ну, скажем так, стали производить в десятки раз продукции меньше, чем производили. И можно сколько угодно критиковать Советский Союз, но то, что они сейчас еще каким-то образом имеют, это то, что было построено тогда. А ничего нового эта партия не сделала. И вот этот вот лидер партии, который говорит, что, знаете, вы держитесь, денег нет. Ну как это нет? Деньги же есть, мы это все знаем. Но они просто неправильно распределены. И вы почитаете нашу программу, вы сразу поймете, что и бюджет будет увеличен практически в разы. И ситуация в пенсионном обеспечении, в обеспечении жильем, здравоохранением, образованием совершенно поменяется. Нужно только, скажем так, не слушать ту политическую партию, а слушать тех, кто сейчас называется оппозицией. Товарищ президент будущий, разрешите добавить? Да, пожалуйста. Я назову товарищ будущий президент, потому что кандидатом вы будете только с пятницы. Товарищ будущий президент. Отвечаю коротко, поставим вопрос. Как бы, вот я не отношусь к КПРФ, я не член КПРФ. Но как бы ни клеветали на КПРФ, КПРФ себя ничем всерьез не дискретировала. Национально-патриотические силы себя ничем всерьез не дискретировали. Поэтому от КПРФ национально-патриотические силы не стыдно выдвигаться. А от Единой России, похоже, выдвигаться стыдно. Есть знаменитое выражение, известно за златоуста товарища Черномырдина, о том, что в России как партия не строится, но КПСС получается. Что получилось с Единой России? Она действительно построена по модели КПСС. Мы имеем в виду организационную структуру. Но самое главное, в КПСС была душа. Это партия, которая возникла из Великой Октябрьской социалистической революции, из Гражданской войны, индустриализации. Это партия, которая выиграла Великую Отечественную войну, возглавляла нацию, потом обеспечила прорыв в космос и так далее. Почему? Потому что люди искренне верили в те идеи, которые эта партия выдвигала. Они искренне шли за этой партией. А сейчас вместо КПСС мы получили бюрократическую структуру, которая тупо починовничает, отмахивается от интересов народа. И, конечно, народ разуверился в этой партии. Поэтому вполне естественно, что глава государства не идет от своей собственной партии на выборы. Но, Игорь, я должен еще добавить вот что. В любой партии есть разные люди. И я, в том числе мои сотрудники, они сейчас члены Единой России, в этом ничего страшного нет. Честные люди, в первичных организациях, подавляющее большинство Единой России. Им тоже не нравится, что происходит в этой партии. И она стала действительно бюрократической, потому что верх партии и люди, которые составляют основу этой партии, две совершенно разные категории людей. Поэтому мы надеемся, что они тоже придут на выборы и проголосуют не за, скажем так, кандидата, который как будто бы поддержан Единой России, а голосуют за будущие страны. Другое дело, что действительно Владимир Владимирович очень интересно поступил. Он ее создавал, я сам был членом Единой России. Но потом он же не стал ее членом. Он так и не получил партбилет, хотя был лидером. Это нонсенс. Вообще в мире такого нет. А я вам лучше скажу, любая политическая партия, она пытается или сохранить, или взять власть. А для этого она двигает своих кандидатов везде. Партия, которая не выдвинула кандидата в президенты, а поддерживает другого человека, это не политическая партия. Это что-то уже совершенно другое. Можно? Ну ладно, кончать под кову. Не под кову. Значит, вопрос еще. А, Владимир Иванович еще хочет. Ну давайте, Владимир Иванович, вам слова. Партию все-таки сегодня олицетворяют с олигархическим режимом. С таким мощным махровым, который сегодня расстаскивает страну. И уйти от такой партии, это заранее, значит, себя поставить в положение, когда тебя будут все время, так сказать, народ сравнивать с этой командой. Я не говорю о том, что сегодня, так сказать, Путин сам является таким. Это, так сказать, очевидно. Но что он делает? Значит, Владимир Иванович начинает раскручивать Объединенный народный фронт. Вроде как это народная команда, в нее вкладываются в год там более 400 миллионов рублей. И показывают, начинают, но народ не поддерживает этот Объединенный народный фронт. И тогда он вынужден идти уже как бы независимо. Потому что на фоне нашего кандидата, который сегодня олицетворяется с очень широким спектром различных политических и патриотических сил, он не может на этот узкий путь встать. И он идет тоже как бы однородов и как бы самовыдвиженец. Но это не выигрышный все равно вариант. Потому что если брать во внимание сегодняшнюю ситуацию в стране и даже его выдвижение, и поддержку справедливой России, единой России, там, я не знаю, еще каких-то партий, которые там набралось много-много разных, они все входят в это русло. В русло, которое поддерживает олигархический репутин.